Здравствуйте! Вы на канале Анапа Курорт.Инфо. С вами Наташа и Ирина. И у нас для вас очередное предложение о жилье в Анапе. Мы сегодня находимся в жилом комплексе Уюты по адресу Владимирская, 108, где мы будем смотреть свою квартиру 47 квадратных метров стоимостью 3-400. Потрясающая цена с ремонтом в этом доме. Пойдемте смотреть. Идемте. Подъезд. Подъезд? Да. Заходим. Подъезде оборудована два лента. Пассажирский и грузовой. Ну, я вызвала пассажирский. Здесь уже дом живой. Где-то с полгода в год люди начали заезжать сюда. Год назад он был сдан. Сделали ремонт. И вот сейчас здесь уже практически все живут. Заходим. Едем с вами на восьмой этаж. Состройщиком очень известный славянский дом, построенный им уйму жилых комплексов в этом городе. Интересно реально, а это практически биографический центр. Пойдем в нашу квартиру с вами с вами. Ремонт был доделан буквально вчера. Мы как раз получили ключи и была квартира выставлена на продажу. Так, заходим. Сразу обратите внимание на дверь, сделанную под деревом. С двумя замками и чеколочками. Заходите. Сейчас мы все включим здесь. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Сделаны окна. Видите, да? В спальне. Чтобы сюда падал солнечный свет дневной. Как с дверей, так и отсюда. Выполнена под деревом стена. Целунгами по телевизору. То есть планировалось собственникам, что здесь разместить диван. Какие-то столики, возможно, кресла. Вот в этой нише. И здесь у нас поместится телевидение для отдыха. Далее. Вы находите уже спальню. Полноценная спальня. С резкочкой тоже. С удовольствием по телевидению. Со специальной миссией под карнизы. Вот эти розеточки выведены в ход до кондиционера. Посмотрите, какой вид из окна. Оп. Детскую площадку. Не окна в окна. Отличные видовые характеристики отношения. Детская площадочка. Днеется. Который сделал этот дезостройщик. Потому что вот поседний дом слева. Это тоже их Владимирская 114. Вот эти дома, которые вы видите, это дома военных. Здесь живут все служащие ФСБ и военные корпуса. Здравствуйте. Детские двери все. Видео. На этой композиции в доме. Такая вся цветенькая. Попадает в кухню. Полноценная кухня. Это дом на центральном отоплении с регулятором счетчиков на батарее, с регулятором тепла, с счетчиками установленными. А здесь электропилитами с заниженной талификацией на электричество. То есть центральная вода, центральное электричество. Газа нет. Это 17 этаж. Мы сейчас отновляемся с вами, повторюсь, на 8-ом и 17 этажей. Такая стандартная кухня по размерам. Теплый донос цветочек тоже. Зазоры под карнизы, вывод под телевизор. Видимо, планировалось что день будет телевизор. Здесь где-то, возможно, какая-то кухонная зона, обеденная. Вот так, конечно, должна была быть посетительная кухня. Уже есть выводы. Я поддала вашу будущую мойку. Ну и под электропилит, конечно же, просто шнур. Под вентиляцию. Везде установлены же диагнозы отопления. На балконе точно так же установлено освещение. Розетки. Ну и окна. В ту же сторону. Туда же, да. На одну сторону. И, как вы видите, по спортивным и детским площадкам здесь никогда ничего не будет ближе. С хорошими медовильными характеристиками. Должны обратить внимание, давай посмотрим сюда поближе, что вот здесь вот между домами, вот этими военными, вот эти деревья и заборчик, это садик. Это детский садик, который граничит с забором с седьмой школой. То есть детский садик Виктория и школа номер семь. Очень удобно, ни одной дороги. Да, действительно, шаговая доступность у дома. Точно, это садик, который там можно. Пойдемте садик. Саламон, мы подъем все, делаем. Вот такой вот санузел. Есть легкие доделки, но потому что ремонт только в чабл-зал, это все будет доделано, как главное, приобретение. Все, ванна, унитаз, раковина, змеевичок. Все установлено уже. И под освещение выведено для вашего будущего зеркала. Ну, уже какое там выберете. Вот такая интересная квартира перепланированная. Так же, опять-таки, мы, наверное, с вами приложим планировку, какая она была и как это сделано. По сути, по сути, так как электроплиты, можно вывести кухню и кухню с двумя сюда. И там сделать еще одну спальню. Тогда у вас вообще будет, как вам много роликов, мы уже показывали, евро-трешка. С двумя спальнями. И кухни здесь. И, как было здесь задумано, отдельно спальня, отдельно зал и кухня. Вот такое интересное предложение. Да, по всем вопросам о приобретении этой интересной квартиры в очень, кстати, хорошем месте. Рядом школа, детский садик, как мы уже проговорили. Ну, вот прям рядом-рядом. Все вообще, да, ближе некуда. Большая дворовая территория с площадками. К Ирине обращаемся по номеру телефона внизу под видео или в конце этого видео. Все, всем удачных приобретений. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok